Сегодня я решила снять видео здесь на улице, так как стоит прекрасная погода. Скоро наступит осень и мы уже гораздо меньше-меньше времени будем проводить на свежем воздухе. Всем привет! Меня зовут Мила и вы на канале, где я рассказываю о сумках, о пошиве одежды, вязании и о многом-многом другом, что творится у меня в домашней мастерской. Сегодня я хотела бы вам рассказать о моей новиночке, которая вышла вот совсем недавно, буквально меньше недели назад. Это такие кожаные сумочки-трансформеры, у которых съемные регулируемые ремешки и имеется некоторая фишечка, которую я сегодня хочу вам и показать. Начну я, пожалуй, с первой сумки. Вот такая модель, очень красивого цвета, оттенка зеленого. В народе еще этот цвет называют цветом ботега венета. Ярко-зеленый цвет, вот такая вот пришивная, как бы отдельно пришитая боковиночка, основа и клапан. Застегивается сумка на магнитную кнопочку серебристого цвета, откидной клапан, внутри у нас такая яркая подкладка. И внутри у нас имеется еще вот такой вот открытый ремешок, открытый кармашек для мелочей. Туда можно положить карточки, кардхолдеры, ключи и какую-нибудь еще мелочь. Главная фишечка этой сумки, это ее пестрый ремешок. Мне этот рисунок напоминает этнические мотивы, поэтому я решила использовать именно эту расцветку. Очень красиво, контрастно смотрится. При пошиве этой сумки я вдохновлялась модными цветами лета 2022 года. Это сочетание ярко-дравянисто-зеленого и фуксийно-розового цвета. Очень красивое и яркое сочетание. Много вещей одежды, много обуви, даже верхней одежды, трикотажа. Я видела именно этим летом в таком исполнении. Яркий зеленый и фуксийно-розовый. Что я и решила воплотить вот в такой сумочке. Вторая сумочка. Второй цвет, точнее. Второй цвет это вот такой нежно-желтый цвет. Сумочка нежно-желтого цвета. Внутри темно-синяя подкладка. Ну и соответственно ремешок темно-синего цвета. Почему темно-синего? Синего цвета. Вот. Ах да. Я еще забыла упомянуть о такой детали, что здесь ремешки, у ремешков такая основа или края, они черного цвета. Тут вот черненькие квадратики есть. Поэтому кантик, вот этот контрастный, я решила сделать именно черного цвета. И потом еще покажу, почему именно этот кантик черного цвета. Есть еще другая причина тоже. Вот. Таким образом, очень хорошо сочетается сумочка с ремешком. За счет, за счет вот контрастного канта, за счет того, что здесь ремешок содержит как раз-таки много желтого цвета. Вот. Можно носить с джинсами, с платьями, да со всем чем угодно. В принципе, не только летом, но и в любое время года. Дальше покажу вот такой лиловый вариант. Очень красивый лиловый цвет. Сложный. Он вроде и не фиолетовый, но в то же время вроде и не синий. Лиловый цвет. Внутри подкладка из светло-розового цвета. Ну и соответственно, ремешок здесь идет уже фиолетовый. Фиолетового цвета. И как бы в сравнении с ремешком, с цветом ремешка, видно, что сумка не фиолетового цвета, а он скорее такой сине-фиолетовый, лилового оттенка. Вот. И точно так же здесь у нас контрастный кантик. Вот. Кстати, сзади сумочка выглядит вот так. Откидной клапан. Вот здесь вот строчка от прошитого кармашка. И вот такая вот фишечка. Дальше. Четвертая. Ворона пролетела. Каркает. Четвертый вариант. Это сумочка в таком, я бы сказала, мандариновом исполнении. Потому что все сумочки сшиты из кожи козы. Выделка шевро. Это такая выделка. Она фактурная. Здесь очень хорошо видно рисунок самой кожи. И именно за счет этого вот такой эффект получается, как будто это кожура мандарина или апельсинки. Здесь у нас ремешок розового цвета. Так. И второе. Самое модное сочетание этого лета и этого года. Это сочетание ярко-оранжевого и фуксина-розового. Оранжевый и розовый это цвета, которые считаются соседствующими в цветовом круге Итана. И поэтому они очень хорошо между собой сочетаются. К тому же здесь ремешок также содержит оранжевого цвета вкрапления. Поэтому смотрится все очень гармонично. Так. Ну, внутри все то же самое. Тоже кармашек, откидной клапан. Ну, теперь приступим, наверное, к следующей фишке. Да, здесь крепление для ремешка, полукольца для ремешка, они находятся внутри. Это я сделала для того, чтобы можно было убрать ремешок, убрать ремешок. И тогда вот эти полукольца, они как бы скрываются и их становится не видно. Совсем они прячутся внутри. И расположены ниже уровня основания сумки. Сделала это для того, чтобы можно было использовать вот такие вот шлевочки, расположенные вдоль боковинки этой сумочки. Но главная фишка сумки-трансформера в том, что вместо родного ремешка, можно использовать любой другой ремешок от другой сумки. Но самое главное, можно вдеть в эти шлевочки обыкновенный поясной ремень. Что мы сейчас и сделаем. Мне больше нравится начинать вдевать ремешок слева. Слева. Шлевочки, они выполнены в подгибку. Поэтому в процессе эксплуатации они махриться не будут. Будут смотреться очень аккуратненько. Вот так вот делаем. Я подумала, что черный ремень, ну уж точно, практически в любом гардеробе имеется. И его можно использовать не по назначению. И черный поясной ремень превращается в ручку для сумки. По-моему, очень красиво смотрится. В сочетании с контрастным кантиком черного цвета. Класс. Ну и красивее всего здесь будет смотреться именно ремень с фурнитурой серебристого цвета. Так как этот серебристый цвет будет сочетаться с магнитной кнопочкой на клапане. В принципе, точно так же можно поступить и с ремнями, с поясными ремнями любого другого цвета. Например, это могут быть рыжий, коричневый цвет. Или даже, я не знаю, темно-синий, темно-зеленый, темно-красный бордовый и так далее. Или же даже белый. Будет смотреться очень красиво, классно. Ну, такое вот нестандартное применение стандартных вещей. Вот. Это что касается оранжевой сумочки. И последняя сумка. Она вот в таком белом цвете. Сумочку в белом цвете я решила оставить себе. Так как у меня нет такой базовой сумки именно белого цвета. Еще и в таком фактурном исполнении из кожи козы. К тому же у меня в гардеробе уже имеется белый кожаный ремень с фурнитурой серебристого тона. И мне кажется, что такая сумка отлично дополнит мой гардероб. Кроме того, вот этот же черный ремень я могу вдеть и в шлевочки белой сумки. И получится белая сумка с черной ручкой. Вот. Ну и насчет того, как мне пришла идея вообще с такими, с такого формата сумками-трансформерами. Очень мне хотелось сшить сумку-багет. Это было, наверное, в прошлом году, в 21 году. Были на пике популярности такие в ретро-стиле сумки-багеты с такими широкими ремешками короткими. Не ремешками, а с короткими ручками широкими. Так вот. Я как-то раз даже пробовала сшить такую сумку в духе ботеги венета, плетеную синюю. И мне не понравилось, что ручка из обычной галантерейной кожи. Она такая тонковата и вообще в руке она совсем некомфортная. И мне хотелось сшить такую сумку, в которой ручка была бы вот такая толстенькая. Не прошитая, вот такая, вот из ременной кожи. Вот этой весной я как-то раз занималась кожаными ремнями. Мне очень понравилась толщина и вообще вот плотность этой ременной кожи. Захотелось сшить что-то такое именно с толстыми такими ручками. Вот. Долго думала, думала, что да как. Думала, может закупиться партия вот ременных заготовок именно для использования в качестве ручки. Потом, ну, потом в один прекрасный день я подумала, почему бы не совместить приятное с приятным, полезное с полезным. И совместить форму сумки багета с поясным ремнем. Вот такой у меня синтез получился. И тут уже дело оставалось за малым. Нужно было придумать технологию сборки. Все вот эти вот детальки, фишечки. Вот эти шлевочки. И насчет вот скрытых полуколец от родного ремешка. И как все это будет смотреться в конечном итоге. И вообще будет ли вообще смотреться. Ну, этот процесс у меня занял довольно много времени. Я обдумывала около пары месяцев, наверное, все лето. Все лето мечтала сшить что-то такое эдакое. Совсем мне не хотелось сумки с вышивками или с каким-то вот ярким явным декором. Хотелось минимализма, лаконичности и универсальности. Вот. И вот эти сумочки, они теперь вобрали в себя все вот эти вот характеристики, которые я и планировала вложить в новую модель сумочек. Теперь же я планирую отшить еще несколько таких сумочек такого же формата, но более темных цветов. Например, цветы морской волны, цвета капучино. И еще там темно-синий, по-моему, есть. Ну, какие-то такие цвета подберу, и точно, уж точно будет сумка черного цвета, которую можно будет носить с черным ремнем. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, это видео было для вас полезным, опознавательным. И добавила чуть-чуть капельку красоты в ваше будни. До следующих встреч! Продолжение следует...